Субтитры делал DimaTorzok У нас в школе, знаете, в какой-то момент было модно нюхали табак. О, да. Мясная жопа. И я до сих пор не понимаю, откуда это вообще взялось, как вот детям пришло в голову, что сейчас модно нюхать табак. Семиклассники. На английском, да-да, и семиклассники сидят, чертят. Да. На последний вопрос. Все вот с коричными усами. А он еще был, я даже не уверен, что он был с никотином вообще. Мне кажется, был. Нет, он, наверное, был с никотином, да. И он давал в башку, точно. Так жгло нос просто вообще. Все в клапе заплаканы на английском сидят. А еще нюхательный табак, это что-то, блядь, из Екатерины Второй. Да-да-да. Все, блядь, такие. Еще жевательный, если было бы, знаешь, когда вообще с ведром железом. Полевательницы такие в классе стоят у каждой фаршки. Наполненные почему-то так, прям, склянь. А я еще была такой неиспорченной девочкой в школе максимальная. И когда впервые увидел... Липщики. А сейчас я все. А сейчас липщики уже, да, рассказываю незнакомым людям. И когда я в первый раз в классе увидела, что ребята нюхают вот этот нюхательный табак, я такая, наркоманы. Все, в какой школе я учусь. А вы уже начали все? Да, Андрей, уже все снимается. Андрей, смотри, это шоу «Цитаты». Спасибо, что позвали. Да, спасибо тебе большое, что ты пришел. Можно сразу скажу, быстренько тебя перебью, дико извиняюсь. У вас очень прикольные зеркала стоят. В студии интересное дизайнерское решение. У Вани, Абрам, очень похоже, но гораздо хуже. У вас прям здорово. Согласен, да. Со стилем, со вкусом сделано. Но мы пересмотрим твое с ним шоу, чтобы проверить, что ты то же самое не сказал про нас. Я вернулся в прошлое. А Ваня, ты вырезал, скорее всего. Скорее всего. А мы не вырежем. Не вырезать. Очень красиво стоять зеркала, правда. Так вот, смотри, Андрюх, шоу «Цитаты». Что мы тут делаем? Мы просто сидим и обсуждаем цитаты. Перед тобой барабан, из которого ты берешь цитату, читаешь, и мы просто рассказываем, что думаем про эту цитату. И все. Понял. Больше никаких смыслов нет. Но единственное, что у нас есть традиционное, более-менее. Перед началом мы всегда задаем вопрос гостю, который пришел. Вот когда тебе говорят, вот, цитата. Вот какая цитата первая приходит тебе в голову? Или, может, у тебя есть любимая цитата? Такое тоже бывало. Ох, слушай, я... Но любимая цитата сложный вопрос, я с тобой согласен. И не обязательно это должна быть великая какая-то цитата. Это может быть цитата из песни, цитата твоей мамы. Да, Макар, по-моему, что ты сестра и мамы. Ай, дверь! Илья, не беги! Сейчас как дам, блин! Да-да-да-да-да. Семер Макар, тихо, мы дома поговорим. Тихо, это дома поговорим. Да. Ну вот ты много уже вспомнил сейчас. Ну да, в целом. Нет, мне нравится цитата. Я не помню, чья она. Звучит она так. Черчилля, что ли? Нет, помню, не Черчилля. Что никогда не оскорбляй незнакомых людей. Никогда не знаешь, кто из них окажется понятым. Не понятым, а этим. Ну вот так я запоминаю цитаты. Любимая, любимая. В общем, там... Короче, сами вспомните. Нет, там... Никогда не оскорбляй незнакомого человека. Никогда не знаешь, кто окажется присяжным. Возможно, я пропустил пару десятков слов. Но оно как-то оттуда звучит. Я не помню, кто это сказал. Марк Цукерберг. Пусть будет Марк Цукерберг. Да. Паша Техник. А почему имена она тебе вспоминаются? Ну она забавная. Потому что действительно она... Я по ней живу. Я не оскорбляю. Часто думаешь, кто окажется присяжным. В нашей стране вообще... Ну я так, да. Не особо работает, конечно. В нашей стране вообще плевать только с присяжным. И есть ли они вообще. Но это картонки будут сидеть такие, как в маске шоу. Виновен, виновен, виновен. Как люди в черном. Там девочка с портфелем. И монстр. Да-да, и монстр. Ну получается, тогда в нашей стране все равно, кто окажется присяжным. Поэтому можно относиться как угодно к незнакомым людям. И снимать что? Присяжный, который присядет. Извините, ладно. Извините, пожалуйста. Все, все. Мы выгнали, выгнали это. Можно я быстро скажу историю сейчас, чтобы вас развеселить не нужно? Давай, давай. И себя расслабить и вас. Я, Давидча, был приглашен на кастинг, напробуя в сериал. Да, я так же сделал. Класс. Я не знал... Сериал юмористический? Юмористический. Не буду говорить какой, потому что может все не сложится. А, кстати, ну простите. Да, я тоже расскажу. Я тоже ходил на кастинг. Тебя тоже позвали в сериал. Меня одну не позвали в сериал. Позовите, пожалуйста. Позовите меня в сериал, чтобы было что рассказать. Я ходил на кастинг, это был не сериал, а фильм, и он сейчас вышел. Ну, выходит. И ты там прям снимаешься? Нет, нет, я не прошел. Ты прости, я тебя перебил. Я там буду, но... Так, на птичьих правах. В общем, меня позвали. Я не актер вообще. Сразу в этом заявил по телефону. Такой, ребят, я не актер. Татана, они сказали, ничего, давайте попробуемся. Она для этого и пробы. Я пришел, значит, мне в пару дали Оксану Судзиловскую. Знаете такую? Да, взрослую такую актеру. Ну, она не взрослая. Мы же все-таки перед камерами. Она... Нет, ну... У нее есть дети. Да. А это определение взрослости, да? Ну, если ты не беременна, в 16 смотришь. Во-первых, она не Оксана, а Олеся. Перепишем. Прости, извини. Она Олеся Судзиловская. Конечно. Давай заново. Давай заново. Недавно меня позвали на... Вы точно не подмонтируете. Ну да, вы Олеся передаете все. Оставляйте все. Олеся Судзиловская, да. Я еще помню, если не ошибаюсь, Ландыш серебристый, миллион сериалов, миллион фильмов. Вообще, она легенда. Потрясающе выглядит. В общем, и она играет мою мать. Мать персонажа моего. Мы визуально одного возраста, мать и сын. Вот я прихожу. В общем, и я такой, господи, сейчас я в кадре должен быть сидеть с ней. Я кто? И она, ну как вы вообще о чем говорите? Я сижу, значит, запоминаю текст как-то еле-еле. А подожди, пробуй прямо с ней? Прямо с ней. А-а-а. Вот, и мы с моей мамой, которая великолепная. Значит, она мне там что-то, сыночка там меня трогает. Я такой... Ты вообще не об этом думаешь, правильно? А у меня это американский пирог в голове. Ой, извиняюсь, если Олеся будет это смотреть, мне уже неловко. Опять. Мы сидим у нас, а-ля там какая-то сцена, значит, я запоминаю текст еле-еле, а она посмотрела лист и убрала вот так. Все. Я хорошо. Текст выучен. Ну, типа. Я ж не знаю. Я такая, я могу там как-то добавлять туда-сюда? Я говорю, да, конечно. В общем, я говорю, мам, прости, но так и так, и хамлю ей. Ну, как мой персонаж. И она такая, типа... И смотрит на меня секунд 15. А это мои первые пробы в жизни. И я такой... То есть ситуация падалая. Подсказываю ей ее текст. Она такая, я помню текст. Дай поиграть. Я такой, ой. И я у меня... Знаешь, линия как-то закипает человеку, у меня вот так красная вот так просто вся кожа. Я смотрю, такой, блядь, блядь. Я решил ее научить. На первых пробах в жизни. Пришел, такой, Михалков, идея, блядь. Давайте все что-то. Че пришло? Текст не помню. Текст не помню. Я прикинь, пришел просто не актер вообще. Дэни Дэвита, пошел вы. Давайте все. Что, Дэнира, без меня. До свидания. Просто. Мне было так стыдно вообще. Я сидел, такой, господи, господи, как плохо, как плохо. А там, когда вы играли, там, типа, много людей было? Ну, были сценаристы. То есть какие-то там режиссеры, там, та-та-та. Ну, что, ты прошел? Я не знаю. Я не знаю пока. На момент записи этого ролика, который сейчас происходит, я не знаю. А ты хочешь туда попасть? Но я думаю, что нет. Я почти уверен, что... Ситуация падает. И прикинь, это в финальном, в сериале вообще. У меня все всем это подсказывают. Ну, эта стыдоба просто адская. Я давно не прошу. Мне было так неловко. А ты хочешь туда попасть? Ну, то есть у тебя есть какой-то... Ну, это был бы интересный опыт, но мне стыдно, знаешь. То есть за время, пока снимается сериал, я могу дать много концертов, и если в денежном эквиваленте. Просто это не моя основная работа. Просто я думаю, что, может, я занимаю что-то место. Не то, что у меня синдром самозванца, но просто есть какой-то... Я уверен, что актер, который... Актер, который живет этим. А я, типа, там, постендапил, здесь снялся. И тут, если захочется, типа, снимущий сериал. Но на самом деле, я, скорее всего, если меня-то возьмут, я к этому отнесусь, конечно же, суперответственно. Но не хочется, чтобы я был обузой. То есть у тебя нет такого ощущения, что это, может быть, твоя новая какая-то стыдзя? Конечно, есть. Но я скромничаю и откровенно лицемерю. Хорошо, что ты стал в начале. А у тебя нет вот этого? Я просто, когда ходил на кастинг тоже, это был фильм. Я, по-моему, даже рассказывал. Ну, не суть. Короче, пришел на кастинг, там просто вот такая на Мосфильме комната вот такая маленькая. Там один только режиссер, стоит одна камера такая, чуть ли вот не с этой, блядь, крышкой. Вот такая, вот. И у меня текст, я играю какого-то человека и играю ни с кем. То есть у меня там диалог, а он мне просто из-за стола набрасывает фразы, а я типа с кем... Уходи! Нет проб сегодня! Уходи, я не уйду. Я буду... Да-да-да. И вот так вот нужно типа играть. Вот. Но я, когда туда шел изначально, у тебя нет вот этого чувства, когда, типа, это ты точно будешь выглядеть плохо. Ты же, когда смотришь, блядь, женщины против мужчин, не знаю, все что угодно. Сейчас смотрю, кстати. Да. Любое российское, где есть актер и не актер в одном кадре, это же всегда видно, что актер кайф, а не актер. И я вот типа шел туда с чувством, что, блядь, я так будто ебанно выглядит точно вообще. А это тоже какой-то комедийный фильм, да? Или нет? Или это какая-то... Так вот, дело в том, что это было... Это комедия, да, ну это как, ну ситком, типа ституционная комедия. Не сериал, а именно полнометражный фильм. Вот. Но там, знаете как... Вот я всегда привожу пример, типа, есть сериал «Друзья». Вот. И там вот в сериале «Друзья» есть персонаж Швимера, Рос, и есть персонаж Мэтью Перри, Чендлер. Вот где-то в параллельной какой-то вселенной, вот я себе представляю, что, наверное, грубо говоря, Чендлером я бы мог быть. Ну то есть он прям персонаж с юмористической нагрузкой, он прям шутками разговаривает, текстами. А вот Рос, он в «Друзьях», он не шутит сам, смешно от того, как он играет в той или иной ситуации. И вот там была роль, типа, вот как Рос. Там какие-то он назывался, блин, я не помню, «Свободные отношения», по-моему. Вот. И там, значит, весь юмор на том, что там я играю у какого-то парня, у него есть, значит, девушка, и они решают, что у нас будут свободные отношения. Я могу с кем угодно сплю, ты с кем угодно спишь. А, то есть у тебя еще на главную роль тебя пробовали? Ну да, там одна из, типа, главных, да, каких-то ролей. Вот. И сейчас я увидел, что этот фильм выходит, и там, по-моему, на главной роли, я не помню кто, но там в этом фильме играет Соболев. О, он говорил об этом недавно, да, точно. Это твоя роль была? Слушай, я не уверен. А почему тебя не взяли? Надо посмотреть. Нам нужно в половину тебя, точно. Нам нужно треть тебя. Треть, да, да. Я не помню, то ли вот на роль Соболя, то ли на роль там, вот они втроем. Соболь главный, он лучший друг главного героя, он сказал. Я должен был быть, наверное, главным героем. Да, и представлять Шастон. Но не то, что должен был быть. Ну, вы были бы, как знаешь, как Дэнни Дэвид и Шварценеггер. Да, 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 в Близнецах. Да, да, да. А у вас такое, извините, на секунду тебя перебил, прости, пожалуйста, я знаю, что это ваше шоу. Извините. У вас бывает такое, что вот ты что-то ляпнул и жалеешь об этом потом очень долго, и не знаешь, куда себя деть? Конечно. Вот у меня сейчас так с Олесей и Оксаной Судзеловской. Я до сих пор сижу, не знаю, мне до сих пор стыдно за это. И теперь я понимаю, что когда я это сказал, уже то не вырезать. Я уже, я закопал себя. Но это не настолько стыдно, когда... Падавая ситуация. Да, ситуация падает. Ситуация падает. Да, Оксана? Ладно, чтобы совсем ее убить. Просто вот так. Нет, на самом деле... Зарыла. Да, Олеся. Она все знает. Все, давай тащить цитаты. Давайте. Ну что ж, друзья, мне на глаза в очередной раз попалась цитата. Я вижу сны. Иногда мне кажется, что это единственное правильное занятие на свете. Харуки мураками. Ну, я, если честно, не очень согласен с этой цитатой. Представляете, если бы это действительно было правдой? То есть, ну, абсолютно все на свете, ученые, врачи, космонавты, писатели, художники, они все не занимались бы своими делами, а просто спали. И это было бы самой престижной работой на свете. И, естественно, на такую работу были бы собеседования. И, конечно, туда, там был бы отдел кадров, и он бы выглядел так, там сидит такой HR, знаете, человек, который принимает на работе. Он сидит в пижаме, потому что это, ну, рабочая одежда. Вот. У него сзади, значит, на стене портреты, где, значит, он спит, где спит его дед, тоже фотография, фотографии, где спит его прадед. Вот. Ну, потому что династия, они все спали в этой корпорации. Вот. И на собеседование приходит человек, такой соискатель работы, здрасте. Все, садится, и начинаются классические вопросы, как на собеседовании. «Скажите, а где вы спали до этого?» «Скажите, у вас стаж сна какой?» «Стаж, вы как долго спите вообще в своей жизни?» «Как много долго спите?» «Ну, вы поняли мой вопрос». Или «Причины пробуждения на прошлом месте работы?» «Скажите, пожалуйста». Ну, и соискатель работы, он, естественно, волнуется, он говорит, «А я вот закончил институт сновидений имени Морфея». Вот. «Кафедра легкой дремоты». Вот. Он говорит, «Ну, ладно, ладно, давайте покажите, на что вы способны». Вот. И этот молодой человек, значит, сразу ложится. Вот. И чарму «Стоп, стоп, стоп, стоп!» «Кто?» «О, стоп!» Мужчина, точнее, молодой человек, сразу ошибка. «Кто же будет подушку на холодную сторону переворачивать?» Ну, тот, естественно, уже волнуется, говорит, «Да, извините, конечно, переворачивает подушку». Накрывается одеялом, тот ему опять, «Топ, стоп!» «Куда же вы?» «Ну, это вы же накрылись, вам же жарко станет через две минуты». «Куда же вы?» Ну, тот уже нервничает, говорит, «Извините, пожалуйста, все, ну, а как надо?» «Ну, как же, ну, ну, вот одну ножку надо закрыть, а вторую оставить. Так будет, ну, баланс температур». «Вы вообще до этого где-то спали?» И этот HR делает уже какие-то пометочки себе, уже, ну, все понятно, что, скорее всего, ничего не получится, и говорит, «Ну, давайте-ка я вам покажу, как это делается». Вот, и он подходит, значит, ложится на матрас рядом с этим молодым человеком и, знаете, засыпает за секунду. Вот он только лег, вот только прилег, и он такой вот лежит, 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 и... Ну, и этот рядом лежит и думает, «Блин, вот это, конечно, мастер-класс, я никогда не буду таким эффективным, скорее всего». Я бы с кайфом работал на такой работе, особенно, если бы там были матрасы «Байсон». Ведь это бренд товаров для сна для продуктивных людей, который делает акцент на потребительские ценности и упрощает выбор подходящего товара по соотношению цена-качество. Матрасы, как «Байлайф», с крутым независимым пятизональным пружинным блоком, упругой пеной «эйрфом», войлоком и чехлом из прочного трикотажа, точно подойдут для жизни. Ведь на них комфортно не только спать, но и читать, работать, учиться, медитировать, есть и смотреть любимый сериал. Также в «Байсон» есть классные сеты. Это наборы, например, «Бай Рест Макси», в который входят две анатомические формовые подушки и классное двуспальное одеяло. Можно собрать свою капсулу сна легко, быстро и, главное, выгодно. А в онлайн-магазине «Байсон.ру» по промокоду «Шастунспид» вы получите скидку 10% на все товары. Ссылка в описании. А прямо сейчас продолжение шоу «Цитаты», которое тоже можно смотреть на матрасе «Байсон». «Байсон». Старик, сребись. Это Паша Техник. Ладно, я шучу. Это мы не будем. Давайте без старика. Но беда. Я люблю Микки Мауса больше, чем всех женщин, которых когда-либо знал. Уолт Дисней, американский предприниматель и извращенец, судя по всему. Так, я люблю Микки Мауса больше, чем всех женщин, которых когда-либо знал. Да понятно, сколько он денег ему принес, правильно? Ну, по сути, да. Бабки, бабки, сука, бабки! То есть это... Просто психанулся. Знаете, троник. Если ты не знаешь про Козловского, но совпало. Да, да, да. Так, ну что тут? Что мы должны обсуждать? Объясните мне, концепт. Ну что, видимо, Микки Маус, как я вообще это понимаю? Нет, с простого. Что ты больше любишь, деньги или женщин, Андрей? Ой, хороший вопрос. Это хорошая подводка, да? Вот тебе, пожалуйста. Это будет глубоко. Это будет глубокий выпуск. Глубокий выпуск. Начнем с того, что зачем нужны деньги, если нет женщин, правильно? Ну, с другой стороны, если есть женщина, нужны деньги. Этот вопрос еще задавал себе Кант, если я не ошибаюсь. Мы тебя вырежем, ты в заставке так крутиться будешь. С лицом Виталия Вульфа. А что мы знаем? Что мы знаем о Микке Маусе, как о явлении? Короче, я думаю, что... Да нет, ну, это... Женщины, женщины, женщины я больше люблю, безусловно, потому что женщина может... Ну, только если женщина такая, знаешь, которая ей нравятся стихи, ей нравятся цветы, романтика. Но сейчас в наших реалиях, конечно, бабье пошло абсолютно паскудное. Блин, Андрей, будешь всю программу так разговаривать? В смысле, биполярно? Ну, что еще сказать? Конечно, нынешнее поколение этих странных бледух на разные руки переключить. Да-да-да, на разные руки. Нет, к сожалению, сейчас ценности другие, но есть, конечно, хорошие женщины, безусловно. Все будут сексистки звучать. Короче, деньги... Странный вопрос, риторический, не требует моего ответа, я считаю. Я пытался хоть как-то к цитате подвязать. Нет, его можно понять, я думаю, что это, скорее всего, юмористический. Он так прикольнулся, что Микки Маус я люблю больше, как и... Если бы Стив Джобс сказал, я люблю откусные яблоки больше, чем... Айфоны больше, чем женщины. Всех женщин, которых я знал. Безос, я бы сказал, я люблю, что Безос делает. Все. Нет, у него же была какая-то, наверное, Лилия Дисней. Нет, у него... Да, я даже смотрела про него биографический фильм. Ну... Вот, да, то есть у него была жена, но, возможно, у него так жизнь сложилась, что вот у него есть дело всей его жизни, и тут как бы он вложил туда много, и очень много от этого получил. А, видимо, от женщин, которые встретились ему на пути... Он получил немного. Он вложил тоже, возможно, много, меньше получил, и вот как бы у него такая концепция жизни, что он получил больше от Микки Мауса. Чем от жены. Мне кажется, проблема Уолта Диснея, правильно, да, Уолта? Уолта Диснея, что он зря это мешал. Я бы не мешал работу и личную жизнь, то есть семейную. То есть, ну, многие люди там, я понимаю, болеют... Я тоже болею своей работой, я думаю, все, кто выступает, понятно, но когда я прихожу домой, я же не на сцене, я все, я другой. То есть, ну, понятно, что я чем-то болею, чем-то фанатею, но это надо все равно как-то разделять. Ну, типа странно, что он сравнивает. Странно, что он сравнивает. Да, да. То есть нужна сепарация. В этом я громче скажу, что я знаю это слово. Я сепарирую семью и работу. А у вас есть такое, что вот вы какие-то аспекты своей жизни вот так же сравниваете, что, ну, вот это для меня... То есть, например, для меня работа важнее, чем семья, или для меня семья важнее, чем друзья. Или вот у вас есть в голове какие-то такие весы? Потому что, ну, у нас жизнь у всех, да, опирается на какие-то вот важнейшие столпы. Друзья, семья, работа, увлечения какие-то, какая-то там страсть, стихи кто-то пишет. Вот сравниваете ли вы, что вот это для меня самое важное? Потому что, например, у меня работа занимает большую часть моей жизни. Ну, то есть я работаю намного больше, чем провожу время с друзьями или там с семьей. Вот, соответственно, ну, вот что, ну, наверное, работа важнее. Ну, так просто получается. Наверное, потому что такая работа. Но семья, если и друзья адекватные, они не будут тебя ставить перед выбором. То есть такие, я или импровизация, а? Да, ну, даже не... Да, да. Тут вопрос, сам ли ты. Вот у меня, например, есть друзья, которые... Ставлю ли я это в приоритет. То есть у меня есть друзья, которые очень легко отвечают, что вот для меня самое главное это семья, например. А все остальное это вторичные вещи. Есть друзья, которые, наоборот, для меня самое главное это друзья, а все остальное это вторично, ну или работа. Ну, у тебя что самое главное? Вот, а я как раз не... У меня нет такой концепции, что вот из каких-то вот этих сфер что-то самое главное. То есть у меня нет такого внутреннего ощущения, что для меня работа, семья или друзья там что-то важнее. Я тоже вообще не расставляю приоритет в голове. Типа вот это у меня главное, это... Хотя чаще всего, конечно же, случается, что из серии там работа, грубо говоря, в четверг, съемка в 9 вечера. И ты там, даже если договорился с друзьями или что-то с семьей, я понимаю, что, ну, блин. Алло, у меня в 9 съемка. Не будет застолья. А ты думаешь, ты в итоге идешь вот на работу, потому что ты искренне этого хочешь, и для тебя это более интересно, чем время с друзьями? Или потому что это ответственность, и, ну, типа, я должен... Нет, ну, это ответственность в том числе. Нет, мне, безусловно, нравится моя работа. Я думаю, как и нам, всем нам нравится. Нам всем нравится твоя работа. Нам всем нравится моя работа. Все тебе заедут, Антон, да. Спасибо. Вот. И мне нравится моя работа. Жаль! Меняй. Да, вот. Но, конечно же, я иду на эту работу с удовольствием. Вот. Но, не знаю, ну, не могу сказать, что я... Мог бы я отказаться? Типа, ну, наверное, мог бы. Ты 100% мог бы. Получается, я сам делаю этот выбор. Получается, у меня в приоритете работа. Получается, так. Вот. Расколот! Я знаю, как психотерапевт, который задает вопросы, и человек сам приходит к этому. Это вообще хорошо. Ждем, сейчас отплачешься, такой, да-да-да. А он может, кстати. Вот это показывает, что не смотрел человечек. А, да, я тебе покажу выпуск в цитатах. Я могу заплакать просто так. Давай. Блин, ну это новое. А, повод нужен, да, повод нужен. Сейчас у меня был котенок тут сейчас. Мешок. Нет, там реально человек за минуту плачет. То есть, как тебя на главную роль в фильме не взяли? Я пошел. Кстати, Олеся Судиловская. Это не она там главная, подожди. Да, в моей голове Олеся Судиловская отвечает за все кино. Так и есть. То есть, ты бы не смог вот это... Отказаться от работы? Да. Ни в коем случае. Я сам это прекрасно понимаю. То есть, но слава богу, что меня окружает семья моя, и там девушки, которые это понимают, они видят, сколько это радости мне доставляет, как я кайфую с этого искренне и живу этим. Они понимают, что это качество еды вырастает чуть-чуть, когда я работаю. Сильно. Она есть. Не то, чтобы прыжок с курицы на хамон. Ну, типа, да. Вкусно едим. Качество жизни приятное, скажем так, у моей семьи и у меня. Вот. Поэтому, конечно, нельзя такой шанс и такую работу похилить. Это все к тому же разговору, который вот... Здесь не хочется лицемерить и говорить, но если надо, я пойду делать сапоги. Хуй. Я не пойду делать сапоги. Нет, я буду Дэниел Дэль Юис, у которого три Оскара и четыре фильма, и он делает сапоги, потому что а че еще, а че? Нет, ну, кстати, вот это да, я говорю к разговору, что когда-то все равно нужно остановиться и понять, что ну все, ну вот я теперь живу, и вот такой у меня объем работы, не пытаться там... Типа, что надоело, то есть почувствуешь, что тебе надоело. Грубо говоря, да, он получил три Оскара, а сейчас вот в свое удовольствие что-то делает. Я думаю, у нас ни у кого пока не наступил такой этап, когда вот мы все время пытаемся что-то новое, что-то пробовать и так далее. Нет, в какой-то момент же нужно будет вот эту грань, когда все, тормознуть. Нет, но мне кажется, что тут что-то тормоз... То есть у Дэниела Дэль Юиса у него какая-то одна страсть, может быть, закончилась, но то, что вот он делает там ботинки или еще чем-то занимается, это просто у него как бы другая... Это перетекло просто в другую страсть. То есть мне кажется, это не то, что у тебя заканчивается все, и как бы... А с женой как не общался, так и хуй общается. Что он снимался, что он ботинки делал. Ну да, вполне возможно. Какие подробности в жизни? Проблема в том, что с нашей профессией вот сейчас такое поганое время наступило, ну, я думаю, поганое на самом деле, касаемо медийности и набора популярности, потому что если ты делаешь, грубо говоря, перерыв на год, ты такой, я хочу отдохнуть, все, я исписался, ты исчезаешь отовсюду. То есть нет такого, что ты как Дэйв Шапелл ушел на 15 лет и триумфально вернулся, нет. Если ты ушел на год, за день тебя забыли, за два. То есть прошел месяц, сперва поскучали хорошо месяц, второй, где он, третий, ну, значит, его и не было никогда. Четвертый, а кто это? Да-да-да, потом ты возвращаешься, такой, я вообще-то акула, вы помните, кислотный диджи? Нет, извините, мы не помним. И приходится напоминать, ну, это правда, то есть. Ну да, да. Сейчас такой объем информации, что надо быть постоянно на виду, и это ужасно. А ты думаешь, это для всех категорий звезд работает? Практически. От, там, самых великих до самых неизвестных, то есть даже... Нет, нет, не согласен, да, тут я... Ну, смотри, имеется в виду, что для песенных точно, но мы рассмотрим юмор и вот эти все концерты и прочее. Ну, то есть, я не знаю конкретно назвать, чем мы занимаемся. То есть, помимо того, что делаем контент юмористический, там, всякие, ну, как... Развлекательный. Развлекательный, да. То есть, я не думаю, что кто-то такой... Пересмотрю-ка один монолог Бебура, старый, вот, из 16-летней давности, где он про универ рассказывал. Ну, я думаю, что нет. Скорее всего, это куда-то уйдет. А если там... На DVD тоже никто не покупает. Потому что у кого-то я буду на DVD лежать. На заправке заезжаешь на М4, а там Бебур. Да, поставь на виниле эпоху осуждения у Андрюшки там была. Очень хорошая вещь вообще. Вообще такая сочная, вкусная. Поэтому я не знаю, как запомниться, ну, книги писать, наверное. Нет, но все равно, когда ты там исчезаешь, очень часто бывают такие примеры, когда кто-то исчезает, а потом к моменту, когда ему нужно там вернуться, они вдруг начинают везде появляться. Подогревать интересно. Ну, как музыканты, там, типа, у меня выходит новый альбом, а пойду-ка я по всем шоу гостевым, вечерний шоу, там, и так далее. Такое часто бывает. Цитаты, например. Приду на цитаты, напомню о себе. Не, ну, кстати, про комиков, например, Ваня Усович. Он же очень редко что-либо выпускает. Точнее, у него есть один большой концерт на Ютубе. И все, по-моему. Ну, и понятно, что есть в интернете там какие-то отрывки его выступления. Ну, они, да, вот как-то собирают, не знаю. Мне кажется, это сильно бьет. Вот, я просто с Ваней давно-то сам не общался. Я не знаю, как у него сейчас там с концертами, не концертами. То есть он ставит тысячи большие. Да, какой-то у него. Но мне кажется, что если ты какой-то нужный, интересный контент людям делаешь, то ты можешь пропасть, вернуться и все равно собрать аудиторию. Ну, как Земфира. Может быть. Земфира легенда тоже. Легенда, но она вот может пропасть. Попасть Земфиру, там, какую-нибудь Аллу Пугачеву. Но это вот как раз легенды, да, которые они уже столько вкладывались в свою узнаваемость, что они реально могут надолго пропадать. Я бы хотел пропасть, честно. Ну, годик я бы отдохнул с удовольствием. Сейчас прям, да? Да, да, да. Год-два я бы прям просто поготовил, что-то придумал. Но ты боишься, что ты не сможешь вернуться дальше? Да, я боюсь, что... Ну, во-первых, я боюсь за индустрию, что без меня она, в принципе, загнется. И если я... Это абсолютно очевидно. Да, без того кружка, который ты нам показал. Да, если я не буду... Как бы все рухнет. Камера меня любит, что поделает. Ну что ж, от Волта Диснея до Земфиры за три минуты. Обращайтесь. Через Дэниэл Дэль Юис. Через Дэниэл Дэль Юис. Дорогу покажем. Давай следующую. Тяжелый труд – это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда должны были сделать. Джон Максвелл. Британский физик. Да. Я смотрю адвоката Егорова, знаете, такого на Ютубе. Интересно. Реально он адвокат. Который строит дом? Строит дом в лесу. Здравствуйте. Здравствуйте. Это видео, если ты хочешь... Мэй. Если ты хочешь... Странный вопрос. Напишите в комментариях, если вы тоже почувствуете литричество между нами. Короче, адвокат Егоров, если хочешь понять, насколько ты немощный вообще в своей жизни, просто включаешь, как он строит из лесовала. Короче, он суперэкологичный мужик. У него как заключается его... В чем суть его отдыха? Он едет в лес, в какую-то срань, абсолютно глухомань, и строит там город. Это как индусы, которые роют бассейн? Да. Да, но это фейк. Ага! Да. Серьезно? Да, адвокат Егоров это труд. Да, там он помогает, это выяснилось. Он сам... То есть представь, какой это труд. Он ставит камеру, поснимает, тащит огромное бревно, кладет бревно, убирает камеру, ставит ее туда, опять... Блин, я видел подобные ролики. И он строит реально... Он строит... Вот ты сидишь, вот я ем какой-нибудь гирос, вот так. Хочу быть как адвокат Егорова. Блин, красава. У меня вот здесь какие-то крошки, знаешь, кошка уже лижет, крысы бегают, дерутся. Блин. Потом он сделал мельницу витриную, потом он сделал прорубь, в которой там у него... Короче, это просто отдельный мир. Не, на самом деле, очень медитативное видео, потому что ты их смотришь, и такое, все пустое. Вот есть Лес, есть адвокат Егоров. И он сейчас сам себя озвучивает. Он сам накладывает смех... Как мои прекрасные дни. Это Саша Таня, извините, я имею в виду. Накладывает голос свой. Бревно это... Сергеев, извини, Таню, ты как оно. Короче, и он типа накладывает голос свой, и он очень такой убаюкивающий, такой, здесь я взял, посадил немного ольхи, а потом пошел и откопал небольшой там... Здесь, естественно, лягушечки. Потом он сделал вертикальный мангал. Почему я вспомнил адвоката Егора вообще про труд? Потому что он... От него я услышал эту фразу, что отдых это смена деятельности. Вот. Типа он просто такой, так, я уже покосил траву, пора отдыхать, пойду ловить рыбу. Я такой, блядь, отдохни. Отдых это посидеть. Вот, ну вот, вот, вот отдых. Вот, я показываю, вот отдых. Ты не отдыхаешь вообще, ты там просто пилишь, что-то рубишь. Мне кажется, даже спит как-то активно. Он такой, я пока спал, еще ввел тренажер и ехал. Блин, надо посмотреть будет. Да, я на самом деле на него подписалась, когда мне тоже порекомендовал YouTube, я подписалась и подумала, что вот если начнется апокалипсис... То из-за него. Нет, то я как бы примкну к его лагерю. То мне нужно найти адвоката Егорова. И вот как все эти Last of Us, да, Walking Dead, вот эти все сериалы, адвокат Егоров на него нужно ставить. Ребят, мы выживем с ним. Он очень крутой, очень крутой. Блин, прикольно, прикольно. Запруда. Он построил Запруду, на дне которой был Сапропель. Новые слова от адвоката Егорова. Это Ил. Такое чувство, что нам заплатила адвокат Егоров, да, нативная интеграция. Очень длинная, да-да-да. Очень длинная интеграция. Он и авиасейлс. Я на самом деле не соглашусь. Не согласишься, что тяжелый труд это накопление дел, которые вы не успели сделать вовремя, если я правильно... Он говорит легких дел. Легких дел. Я думаю, что большая часть это действительно так, легкие дела. Но я не соглашусь с тем, что все дела легкие. Факт. Потому что есть дела, и это не обязательно, что дело само по себе легкое, но какое-то дело, которое тебе, например, тяжело сделать, и оно не значит, что оно легкое. То есть это же все вопрос субъективной интерпретации. Вот я, например, ненавижу звонить по телефону. У тебя тяжелая жизнь, я думаю, вообще в целом. Здравствуйте. Теперь электричество. До свидания. Ай, где мое? Оно перетекло вот сюда. Все равно все ждут, когда мы с тобой это сделаем. А ну, пусть он стоит. Я его чувствую. Да-да-да. Вот, то есть я ненавижу звонить по телефону. Объясним, что это значит? Ты мне что, просто на незнакомой, или, ну, по делам каким-то? Да, то есть, например, я не беру трубки, если мне звонит незнакомый номер. Абсолютно. Все мои знакомые знают, что мне не надо звонить. И особенно, если мне нужно самой позвонить. Понятно, что когда это нужно, прям нужно сделать, то я звоню, но я больше люблю переписку. То есть меня прям нервирует, когда мне нужно оторваться от того, что я делаю, там какое-то... То есть вот это вот весь процесс. И у меня много таких знакомых и друзей, которые тоже ненавидят разговаривать по телефону. Я недавно покупал подарок другу своему на днюху, и я нашел какой-то прикол, маленький такой сувенир в антикварном магазине. Я нашел сайт этого антикварного магазина, а там, знаете, как на сайтах иногда бывает, там не пишут Телеграм или Ватсап, там, значит, внутренний на сайте чат, такой очень ебаный какой-то там, ну, какую-то кнопку, ты нажимаешь, я туда что-то написал, мне никто там ничего не отвечал, и у них телефон. Я минут 20 собирался с мыслями, вот так вот сидел с телефоном, с айфоном, вот так, так, надо звонить, как я так скажу, ха, алло, здравствуйте, антикварный магазин? Нет, по-другому, да как-то. Просто я собирался с мыслями минут 20, чтобы позвонить и поговорить с человеком. Вообще просто, это стресс. Кстати, с телефонными разговорами реально у меня такое было, я однажды позвонил, долго не шел курьер ко мне. Я позвонил, и мне сказали, типа, ожидайте. И это идет, типа, уже минут 5. Я затрахался, я положил телефон вот так, взял PlayStation, вот так, и уже играю, ну, типа, минут 15. Уже не обращаю внимания. Да, алло, я такой, аааа, типа, скинул, знаешь, когда, типа, ну, уже забыл вообще об этом. Да, 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 я забыл вообще, чего я звонил, знаешь, обожаю, когда эти долгие, изнуряющие звонки. Ой. У меня нет проблем с телефонными звонками, чтобы прям звонить, не звонить. Так вот это к тому, что есть дела, то есть нет, много дела легких, и мы тоже их можем прокрастинировать, но обычно как раз мы откладываем те дела, которые для нас сложные. То есть объективно легких, простых дел объективно нет, это все наше субъективное восприятие. Для кого-то сложно там дом построить, как адвокат Егоров. Для кого-то. Для всех. Для всех, кроме адвоката Егорова. Для Егорова, да. Вот, а для кого-то могут быть, вот, кому-то легко позвонить, кому-то сложно. И это субъективно, это сложное действие, которое ты... Вот я тоже как шанс 20 минут настраивается, а я не настраиваюсь, обычно я прокрастинирую. Ну, позвоню через час, ну, позвоню через два часа. Ничего ж не будет. Ну, в принципе, завтра можно позвонить. Нет, это вот как раз цитата, кстати, об этом тоже, об откладывании дел. Что такое прокрастинирование? Что? Нет, нет, все. Так вот, цитата, мне кажется, о том... Извините, я хочу шутить, хорошее настроение. Простите, пожалуйста, я понимаю, серьезное передание. Нет, мы посмеялись этим разом. Мы посмеялись, мы посмеялись с этой шуткой. Спасибо. Мистер Биннер, опять мне... Очень долго, с часами, пока мы разговариваем. Мы таким же встали, ушли, пришел следующий пост. И я такой... А-а-а, точно. Поворачиваемся, Андрей спорит с часами. Цитата, да, как раз про откладывание дел. Вот это тоже про меня, и вообще... Прихожу домой, типа... О, я хожу в грязном пуховике уже, блядь, месяц. У меня просто вот здесь какая-то хуйня на пуховике. Каждый раз прихожу домой, думаю... А, блядь, завтра с утра. С утра думаю, да еб мне до работы доехать. Ну, похуй. Ну, потом, ну, потом. А когда будет этот точь, когда ты его постираешь? Когда кто-нибудь милостыню тебе на улицу в руку положит? Да, я буду стоять просто. Ладно. Андрей, тяни. Во, это мой какой-то человек. У кого с совестью нет проблем, у того и с памятью все в порядке. Крош из смешариков. У кого с совестью нет проблем... Я буду по два раза читать, но это, поверьте, для меня. У кого с совестью нет проблем, у того и с памятью все в порядке. У кого с совестью нет проблем... Я вообще не понимаю. А это детский мультик, чтобы ты понимала. Серьезно? Но тут имеется в виду, что если ты как-то нагрешил в жизни, и вот у тебя страдания какие-то, совести, что ты стараешься это блокировать и забыть. Я так это поняла. Нет, типа с совестью нет проблем, то есть тебя не мучает совесть за что, а с памятью нет проблем, соответственно, ты... Ты можешь обращаться к прошлому легко, потому что там тебя ничего не гложет. Это про стариков. А почему смешарики тогда? Реально Кроша с смешариков? Ты думаешь, я поменял? Нет, Клара Цеткин там написано, а я решил прикольнуться. Ну, подавал ты вообще, как будто ты какой-то Коклюшкин. У кого с совестью нет проблем. Я забыл голос Кроша. У того и с памятью все в порядке. Ладно, давай прямо с самого начала. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Реально, ты петь? Я подумала, что это из творчества, как Клюшкина. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. И цитата. У кого с совестью нет проблем, давай с памятью все в порядке. Для смешариков это действительно такая, это цитата не для детей. Это вообще, это очень... Бог умер, следующая будет. Да, бараш скажет. Бараш, бог умер. Нет, ну вот... Мы, кстати, вот... Да, можно я тебя на секунду перебью вопросом. Ты вообще совестливый человек? Вот у меня безумная проблема. И все мои, все мое окружение, друзей, знакомых, приятелей знают, что особенно по пьяни, когда я что-нибудь наделаю, я потом занимаюсь самоедством месяцами. Мне до сих пор стыдно, я хочу извиниться перед всеми своими одноклассниками за встречу выпускников, на которой я был физически, но не был ментально в последний раз. И реально, я повел себя как, блядь, свинья. Даже сейчас не хочется шутить. Даша Емельянова, Саша Иванисенко, Саша Воробьев, Женя Заостровский. Простите меня все. Я просто потерял контроль. Я наебенился, я наблевал на все машины. Это меня было не узнать. Волгоград? Везде. Это свинская мразь приехала. То есть я был дружелюбным 30 минут. Еще... Просто я, когда приезжаю в родной город, я объезжаю всех и везде пью. Вот я поехал к друзьям, к его родственникам, там была какая-то горилка. Потом поехали к бабушке, там самогон. Потом поехал к ребятам уже, ну, на стойке. Ну, понятно. Шотики. И вот на шотиках я всех... А что ты делаешь такого, за что тебе потом месяцами стыдно? То есть... У меня... Ну, грубо говоря, вот меня пьяного везли, орущего там, блюющего в машине. Они... Ну, одноклассники скучали по мне. Вот в чем проблема. Хотели пообщаться. Хотели пообщаться. Хотели узнать, как у тебя дела. А приехала просто сука. Ну, то есть... Московская. Московская сука, да. Причем у меня в голове закадрового смеха очень много. Я что не скажу, разъеб. Очень смешно. Но я понимаю, что у меня там уже косое лицо, знаешь, там, ну, я совсем уже невменяемый. То есть нет такого, что я осознанно делаю какую-то пьяную... Как в Волке с Уолл-стрит он ехал на тачке. На секунду съездил. В его голове отлично. А там все в елках, да, переебанно. Ну, то есть, мне вот до сих пор за это стыдно. Я не знаю, я там Дашу Емельянову не написал. Надо, наверное, написать. Но мне до сих пор стыдно даже ей написать. Не то, что позвонить. Нет, ну, про совесть у меня точно такая же история. То есть меня мучает совесть за очень многое. И полежать дома, и... Вспомнить случай, который был 20 лет назад. Порыть себя, покопать, да. Поразрушать себя, не знаю. Мне кажется, мой психотерапевт, который у меня недолго время был, говорил то, что мы кайфуем от этого. Абсолютно верно. Да, потому что он же и мой психотерапевт. А он же... Не мой психотерапевт. А. Да! Ну, наконец-то! Наконец-то, да. Спасибо, он нас ранил. Ух ты какое. И он говорит, что, да, это некая форма мазохизма, о которой говорил Захер Мазох в своей книге. Да. Ну, мне кажется, что это какая-то присущая черта многим комикам и всем вообще, кто в юморе, потому что в юморе очень много самокопания. Да. То есть ты не можешь быть хорошим юмористом, если ты не можешь погрузиться в самые глубокие души своей, глубины своей души и там нарыть что-то, что потом с веселым лицом рассказывать на широкую аудиторию. Не, ну, наверное, в стендапе точно так. Не уверен, что так в импровизации, хотя отчасти, может быть... Ну, то есть, мне кажется, это у любого творческого человека. Ну, да, да, наверное, можно расширить. Больше в стендапе, да. Я однажды в России не помню зарисовок про самокопание и стыд неожиданно. Мне кажется, что даже вообще все ребята, которые шутят, потому что это тоже творчество, это творчество, которое вот очень сильно про себя, ну, как, наверное, любое творчество, но все комики, которых я встречала в своей жизни, это все очень глубоко совестливые, копающиеся в себе люди. Мне кажется, это просто неотъемлемая какая-то часть. Ну, комики, наверное, любого какого-то творческого творца. Ну, да. Творческого творца. Творческого творца, да. Такие вот у нас словосочетания. Нет, я еще подумал, что это может как-то... Мне кажется, это какая-то правильная расплата за твои условные грехи. Ну, грубо говоря, ты сделал что-то, и вот тебя это мучает. Так и должно. Это как похмелье и пьянство. Ну, то есть, ты не можешь постоянно бухать. Должна наступить какая-то расплата. За все надо платить, как по мне. И вот это вот самокопание, это моя плата за какое-то мое говеное порой поведение. Ну, то есть, соответственно, никогда не думал, что скажу эту фразу. То есть, крош имеет в виду, что... Да, крош, скорее всего. Что если бы, то есть, совесть не мучила вот нас всех. А тебя, кстати, мучает совесть? Меня тоже мучает совесть, но я тоже работаю над этим. То есть, вот у меня тоже раньше какие-то вещи... Мы это обсуждали, по-моему, с Викой, да, с Кладчиковой. Наверное, да. Про... Когда ты что-то делаешь в пьяном состоянии, на самом деле, это же все... Вот если представить, что твой друг как-то себя странно в пьяном состоянии ведет, там, блюет и еще что-то, ты же потом месяцами не думаешь про то, что он тварь. Да. И вообще, то есть, ты к другому человеку, ты на следующий день... Не так критичен, да. Да, не так критичен. Ты говоришь, о, ну, классно, погуляли вчера. Это отжог, конечно. Отжог, перепила, ты еще видео всем показываешь. То есть, у тебя нет вот этой вот критичности. И есть, опять же, в психотерапии очень простое упражнение, что нужно к себе относиться как к своему лучшему другу. И это очень сильно помогает во многих ситуациях, когда вы... Смому себе завидовать? В том числе. Попробуй. Новый... Хотеть переспать с моей девушкой. Это, кстати, только помогает в браке обычно. Интересно, интересно. Воровать у себя? Да, да, да. Извините. Сморовать у меня зарядку? Да, да, да. Блин, кстати, это прикольная мысль. Это, короче, помогает относиться к себе как к лучшему другу. Как только ты себя ловишь на том, что на вот этом самоедстве, что ты себя осуждаешь, коришь, думаешь, что ты сделал что-то не так, думать, а вот если бы это сделал мой лучший друг, что бы я ему сейчас сказал? И как только ты начинаешь видеть под этим углом, ты понимаешь, что ты бы вообще даже не заметил, если бы твой лучший друг это сделал, потому что это какая-то проходная совершенно ситуация. И вот я такое упражнение проделываю каждый раз, и действительно ты начинаешь меньше себя гнобить за какие-то вещи. Может быть. Ну так вот, Крош, получается, имел в виду, что если бы совести, то есть совесть нас не мучила, то, соответственно, ну вот кто-то блокирует в воспоминаниях какие-то стыдные вещи? Ну, мне кажется, это больше про фильмы, где там вот сплит. Да, да, да. Нет, действительно, такое есть, когда действительно, если что-то забываешь, правда, такое есть. То есть, когда сильно плохое воспоминание, мозг может его отрубить легко. Но мне кажется, иногда ты что-то вспоминаешь стыдно, и ты такой, ой, не-не-не. Но тебя можно зафлэшбэчить, да. Ты что-то пытаешься не уходить дальше в этом воспоминании. Еще хотел сказать, вот, меня еще бесят люди, как нам говорили в детстве мамы, ну вот без стыдни, вот совести нет вот на такие люди, которые подъедут за тебя на дороге, и он поехал дальше и думал, что ты что, сука? Ну, типа, вот когда наступили на ногу и просто пошел дальше, я думаю, ну, я бы, вот, грубо говоря... Аварийку. Ну, что-то, да, какие-то минимальные вещи. Я вижу, что людям плевать, и вот эти люди меня тоже бесят, потому что я к ним отношусь, почему-то я их по себе меряю, что мне было бы, ну, неловко так вести себя. Грубо говоря, я захожу в лифт, я захожу домой и вижу, что чувак зашел в лифт. И он смотрит на меня и нажимает кнопкой. Я такой, о, наверное, он меня ждет. А он нажимает вообще не... Он просто смотрит на меня вот так. Глядя в глаза. Не, реально, я однажды добежал вот так, типа, успел, открываю дверь и спокойно захожу к нему. И вот, и он вот так едет, и типа, как, ну... Похую вообще. Жаль, что ты успел. Я вообще нажимал, чтобы ты не успел. Вот реально, вот есть такие люди, которые живут как-то для себя, что ли, как-то так называемо. И мне еще тоже мой психотерапевт говорил, что надо вот иногда быть скотиной, мы живем ради себя. Я такой, ну, это просто общество разрушит тогда, как мне кажется. То есть, если я буду вести себя тоже так, а, наступил на ногу, да и похуй. Я не хочу таким быть. Наверное, он не это имел в виду. Я так услышал. Я, может быть, я ушел. Возможно, я вообще его неправильно понимал. Не, ну, мне кажется, что здоровый какой-то эгоцентризм и эгоизм, он только помогает, да. Не, ну, к лучшему другу вообще, Лиз, это прикол. Это классно. Это классно. Это супер. Поставьте лайки, если согласны. Ставьте лайки, если согласны. А мы переходим к следующей цитате. Такой, да, будем? Я теперь, я мне сам такая сижу, сижу. Только я тяну. Давай ты. Нет, только ты. У нас только гость. Только гость. Вас бьет током, если вы. Да. Классика. В скобочках. Это книга, которую восхваляют и не читают. Интересно. Это про моду. Марк Твен, американский писатель. Премия Марка Твена, кстати, дается за вклад в юмористическую, в комедию в Америке. Очень престижная премия. Ее, правда, отняли у Билла Косби за изнасилование. Но она есть у Дэйва Шаппелла. Давно ее получил, да. Прикольно. Самая престижная премия в комедии, премия Марка Твена. А ты следишь, кто получает какие премии в комедии? Конечно, конечно. А ты бы хотел получить премию? Мы сейчас про зависть хотим, да? Сделаем детур такой небольшой. Нет, мне нравится признание, конкретно, да, конечно. Но это как юмористический Оскар. Это, конечно, вообще целое. Это огромный концерт, во-первых. Она вручается одна одному человеку. Их там не так много за жизнь. А там это только... Там нет номинаций. В Америке. В Америке. То есть они не могут там вручить кому-то из Англии или из России? По-моему, мистер Абина тоже есть. Он из Лондон. А, ну из России, условно, никому не могут вручить, потому что ты на английском языке должен... Там вообще сложно сейчас, знаешь. Там сейчас, да, там есть такая ситуация. Мне с ДЭКом послали ее, пока не пришла мне премия маркетинга. Задержали в аэропорту. Нет, я, конечно, слежу. Это интересно, безусловно. Потому что, ну, у нас... В смысле, да, ты имел в виду, что контент весь на английском языке. В смысле, да. Там нет номинации лучше иностранный комик, там ровно одна премия. Да-да, там одна дается... Она, кстати, по-моему, в большинстве случаев стендап-комики ее получают. Либо сценаристы, либо... Я не хочу соврать, я не помню, есть ли у этого... То есть у актера писатель? Может быть, может быть, может быть. Андрей, говорит, у Рояна Аткинсона есть. По-моему, ну, я не уверен. Я вот не помню, честно. Я боюсь, не дай бог. Ну, ладно, да. Запишите в комментариях, где я жусь. Как его зовут-то? Сайнфилд. По-моему, у него еще есть. То есть он просто огромное шоу сделал какое-то, ему там, возможно, за него дали. Вклад в юмористическое, в комедию, короче, в целом, в мировую. В общем, ты бы хотел, чтобы тебя как-то так же признали. Это будет звучать немного самонадеянно, и, может быть, не очень скромно, но, конечно, это приятно было бы. Это было бы очень круто. Я думаю, что это бы, ну, цель жизни. Бам, все. Я все сделал, я поехал делать сапоги. Кстати, недавно мы со Стасом обсуждали интересную тему. А что это такое за внутричок сейчас был? Со Стасом? Ну, я в камеру посмотрел, потому что он там сидит, за соседями. Я понял, что я тут не знаю. Не, мы не на друг-на-друг. Да, со Стасом, со Стасом. Со Стасом, с которым мы ебались втроем. Снова электричество снова вернулось. Хорошее. Мы с Стасом недавно обсуждали. Вот смотри, ты можешь себе представить, что ты получаешь Оскар? Или, Лиз, ты можешь себе представить, что ты получаешь Оскар? Представить я могу что угодно. Я тоже могу что угодно представить. Я на коне даже его получаю. Я представил сейчас. Как Наполеон, да? И конь такой. Нет, но вот представить не просто, как, знаете, как вот во сне приснилось, а вот типа, ну, реально вот как-то, ну, представить, как бы это могло получилось, что вы получите Оскар? А мы уже говорили про это, и я реально могу... То есть я такой человек... Вот я очень легко себе... Да, я тоже. Очень легко. То есть просто я верю в то, что если тебе что-то нужно, то, в принципе, всегда существует дорожка к тому, что ты хочешь. Просто вопрос, готов ли ты по этой дорожке идти. А красная и ковровая. Извините, пожалуйста. Я перестал. Я перестал. Еще одна субличность. Я перестал. Ну, вот, грубо говоря, премию Марка Твена, ну, типа, ну, можно себе представить, что ты, допустим, не знаю, выучил английский, на английском языке. На Skyeng. На Skyeng. Вот, записал концерт, типа, не знаю, он там получил какой-то успех, потом его купил, не знаю, Netflix, потом туда это все выложили, и по итогу говорят... Андрей Бебур... Бля... I'm sorry. Андрей Бебур... Андрю! Андрю! Мистер Андрю! Не, ну там для английского... для американского рынка нужно будет сократить фамилию, естественно, как все это делают. Просто будешь Бебур. Да, как Шейк, вот. Я буду Андрей Шейк. Так, ладно, а по цитату что? Мы саму цитату забыли. Да, 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 так часто случается, не переживай. Правильно ли я ее понимаю? Видите, я сегодня понял, что я ничего не... Я сегодня... Как там? Я знаю, что я ничего не знаю. Классика это книга, которую восхваляют и не читают. Это, как я понимаю, про... Ну, я думаю, что это ироничная такая цитата. Ну, да. То есть, понятно, что кто-то читает. Это не только книга. Ну, когда все... Да, вообще ко всему. Ко всему. Это потому, что все... You too. А, you too. Вы слушали you too? Я одной нахуй песни you too не слушал. В смысле? А with or without you? Из друзей. Ты точно слышишь? Ну, вот... На бой. With or without you. I can live. With or without you. Это их самая лучшая песня. Так, закончили петь. Я буду включать это. Я буду включать это. Я просто стесняюсь сама петь, поэтому за меня будет петь Андрей. Я тоже, поэтому так у меня. Не, ну, я... Ты прекрасно. Ну, короче, это относится к очень многому. Да. Не только к книгам. Что, типа, есть что-то классическое, и настолько в обществе об этом устоялось какое-то мнение, что это классика, это невероятно круто, и это вообще просто канон, грубо говоря. Да, и все любят это вспоминать. И все, очень многие люди, которые даже вообще не притрагивались к этому, говорят, ну, это да. Ну, да. Ну, да. Ну, это понятно. Ну, да. Особенно, если человек еще умер. Ну, это классика. Ну, это классика. Классика. Нирвана-классика. Нирвана-классика. Да нет, правда, очень часто... Ты можешь ничего не слушать, не знаю, вообще ни разу в жизни не слышать какого-нибудь Вивальди, но это классика. Ну, конечно. Мне кажется, что музыку все-таки сложнее чуть-чуть избежать. То есть, мне кажется, практически все хоть раз слышали Вивальди, и даже вот Юту ты не знал, но ты слышал много раз. Ну, типа, да, пришлось. Но тут скорее легче избежать как раз книг, там, не знаю, Тихий Дон какой-нибудь, или Весь Толстой, Достоевский и так далее. То есть эти фамилии всплывают часто, но мало кто действительно их читал. Я Тихий Дон, например, так и не дочитала. Шолохов же? Да. Ну, это классика. Вот так. Шолохов же? Тихий Дон Шолохов? А там сейчас прокрастинация этого. Блядь. Что с интернетом у вас? Шолохов. Надо купить умные часы. Просто циферблаты. Обычные в роликсе. Нарисованные, знаешь, здесь. Обычные роликсы. Извините, пожалуйста, Антоша. Обычные ролики. И там на часах просто написано прокрастинация этого. Очень долго, да, вот так до руки. Смешно. Сейчас хотелось что сказать. Блин, про книги, про книги. Да, у меня дедушка за столом фанат этого дела. Ты что, при гостях вот с детства, каждый праздник новая книга. Ты не читал записки рядового швейка? Я говорю, нет. Ой! Ой! Как это? Ты реально не читал? И смотрит на меня, как будто, ну, вот она лежит. А я вот такой ебанат сижу. Я не читал половину книг, что он говорит реально, вот даже больше. Меня заставили прочитать «Мастера и Маргариту». Я не хотел. Потом прочитал, ну, окей. И знаешь, меня еще бесит, когда тебя сильно о чем-то просят, навязывают тебя, говорят, это супер. Тебе понравится. Да, давай сейчас посмотрю этот ролик. Я говорю, нет, попозже. Сейчас посмотрим. На херен, реально. Ну, очень крутой ролик. Это был пиздец. Или про фильм, да. Да, вот у меня так было мы с девушкой «Брэйкин Бэт». Я говорю, пожалуйста, бля. Ну, пожалуйста. Давай сейчас посмотрим. Она такая, нет. Я говорю, тебе лучший сериал. Два золотых глобуса. Пожалуйста. Она говорит, нет. Вот давай сейчас. Она говорит, давай. Давай, смотри. Я включаю первую серию, и она вот уже. А ты на нее вот так вот смотришь. Да, 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 да. Скажи. А сейчас смотри. И еще, не дай бог, она просто за телефоном это на паузу сразу. Да, 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 да. Потому что, блядь, ты пропу... Реально. Она ставит на паузу. Она придет телефон, и я сразу, да, на паузу, типа... Ты сейчас что-то пропустишь. Сейчас будет такое. Да. Перематываю назад на 10 секунд. Да, да, на 10 секунд, чтобы оттолкнуться. Любимая, смотри, вот смотри, не я один такой. Вот так. Я как будто... Мы теперь можем... Наша коронная. Мы как будто с Эйвой, блядь, соединились там под мостами. У нас Сахэлло. Турук Макто. Это ты явно смотрел. Да. Я вот напоминаю дурь. Нет, не буду смотреть никогда. Почему? Мне сказали красивая чушь. Это охуенно. Блин, мне дико не понравилось. Тебе не понравился второй аватар? Нет. Смотри, я понял, кому нравится. Смотри, всем, кто ниже двух метров, не нравится аватар. Только тем, кто вот такой оп, наши. Это вот он и Макар, и бейбаскетбольная команда. И все. Мне понравилось. Я абсолютно не увидел там... Ну, я там увидел новое. Откуда у генерала сын? Да мне кажется, дело даже не в этом. Там это объясняется? По-моему, да. По-моему, нет. Блин, я забыл, если честно. Откуда у генерала сын? Откуда у генерала сын там? Сейчас. Давай дальше пойдем, пока по цитатам, пока Антоша подумал. Сейчас, откуда у генерала сын? Откуда у генерала сын? Блин, я забыл. Откуда у генерала сын? Тебе тоже не понравилось? Тебе тоже не понравилось? Денчик, хорош. Откуда у генерала сын? Никому не понравилось. Да еб твою мать! Аватар 2, путь воды. Классный фильм. Блин, да там... Ну посмотрите, неправильно. Ладно, я не помню, откуда у генерала сын. Напишите в комментариях, откуда у генерала сын. Я просто очень люблю Кэмерона. Да, я тоже. Все там Титаники, Терминатор и что он там еще наснимал. И Аватар 1 мне тоже понравился. Но тут я шла 13 лет. 13 лет. 13 лет шла. За Моисеем сразу. Я 13 лет шла в кинотеатр, чтобы посмотреть второго Аватара. И мне было скучно, вот пока там 3,5 часа он идет, мне было скучно раз 10. А такого не должно происходить, если ты смотришь какой-то фильм развлекательный. Я самый благодарный зритель. Я смотрю, это там вода, не там это. Я хоть 4 часа на это смотрел. Не, понятно, что там красиво, спецэффекты и так далее. Но там сюжет, он... А в первом Аватаре какой сюжет? Примитивный, но хороший для того времени. Ну то есть в то время тебя настолько графон... Я буду называть вещи, да? Графон, графоний. Тебя настолько захватывало, что ты видишь капли пота компьютерные, они как настоящие. Нет, это понятно. Ты во все это веришь. И тогда еще только, по-моему, это было, я могу ошибаться, зарождение 3D такого мощного. Нет, там же вообще история, что это был чуть ли не первый фильм 3D. И Кэмерон ждал, пока там оборудуют какие-то кинотеатры. То есть он вот пушил, и он известен тем, что он как раз пушит вот эти вот все новые технологии в кинематографии. Так он, да, Аватар и стал одним из... И поэтому все такие, что вообще происходит. Аватар стал одним из тех фильмов, да, который вообще вот эту моду на 3D эту запустил, по сути, тогда. Понятно, что второй Аватар, ну, там, из серии... Это история про иммигрантов, но это я у Антона Долина наслушался, это уже когда смотрел, я абсолютно не понимал это, не придавал этому значения. Вот, но да, простой сюжет, такой же, как в первом Аватаре. Но он все так же круто сделал в рамках этого простого сюжета. Так нет, видишь, есть связи между такой же простой и такой же. Почему он в начале фильма такой, я не Турук Макто? Блядь, ты Турук Макто? Почему он такой, да нет? Подожди, ты точно не смотрел вторую Аватару? Я смотрел... Ну, посмотри, посмотри. Хорошо, хорошо, хорошо. Нет, там просто еще вот эти моменты... Потому что это что? Это классика. Там еще вот эти моменты, когда из себя пытаются вот в первом Аватаре так сильно не пытались выдавить тебя на эмоцию. И меня это сразу всегда очень сильно отталкивает в фильме, когда ты чувствуешь, что вот тебе прям давят. Типа вот, когда щенка проезжает машина, его раскатывают. Как именно Никиты с песнями и с этими. Никиты, а кто они там? Нет, и там просто было миллион таких моментов, когда я чувствую, что вот этот момент... Спекуляция. Да, вот, это спекуляция, и эта спекуляция ничем вообще не прикрытая, а просто мы вставляем этот момент, чтобы вы рыдали, как в плохих шоу на каких-то каналах домашних. Эмоциональная манипуляция. Да, когда вот эта женщина, у нее пять детей, ей 50 лет, ее бросил муж. То есть вот когда тебя начинают вот в этих шоу вот так вот набрасывать, и ты чувствуешь, что тебе специально накидывают, чтобы ты тут сейчас весь расплакался, растекся. Это вот такая вот манипуляция прям в лоб. И там этого очень много, и это то, что у меня даже не сюжет и не остальное, а вот это меня очень сильно разочаровало, потому что во всех остальных фильмах, типа «Титаник», там нет такой... там очень тонкая. Там тоже есть эта манипуляция на чувствах твоих, как любое искусство. Это игра на человеческих эмоциях. Тем более скрипачей не так жалко, как собак, я согласен. Все, ладно. Скрипачи и скрипачи, ну... Сегодня есть, завтра нет. Ну что, скрипачи? Мне понравилось. Короче, мне понравился хороший фильм. Мы когда будем с тобой получать премию Марка Твена, мы встретим Кэмерона, тебе будет стыдно, а мне нет. Абсолютно точно. Нет, а мне будет стыдно, а он даже не смотрел, да, ему еще стыднее будет. Мне еще стыднее. Не смотрел, но осуждаю. Я дождусь, пока будет камень, он выпустит. Посмотрю там. Давай следующую. Если вы думаете, что сможете, вы сможете. Если думаете, что нет, вы правы. Мао Цзэдун. Китайской политической деятель. Похоже на Тони Робинса. Да-да-да, я тоже подумал. Блиновская. Мне кажется, что это цитата, которую он откуда-то... Свистнул. Свистнул. Мне кажется, что кто-то другой это сказал, что... Я слышала такую версию, что если... Единственная в этом помещении, которая может поймать Мао Цзэдуна на пиздеже. Да, вообще, еще да. И это охуенно вообще. Да, они все бизнес-эти цыгане, инфо-цыгане, друг друга копируют. Неизвестно, кто это. Ты слышала эту... Там есть версия, что если вы думаете, что сможете... Еще раз причинаю. Если вы думаете, что сможете, возможно, это уроки Бальбоа. Если вы думаете, что сможете, вы сможете. Если думаете, что нет, вы правы. А нет, если... Там было такое, что если вы думаете, что вы сможете, вы правы. Если вы думаете, что вы не сможете, вы тоже правы. Вот как-то так. То есть суть в том, что вот то, как ты думаешь, от этого зависит, от этого зависит, что дальше произойдет. Блин, у меня такой философский-философский вопрос возник. Можно? Короче, я считаю, что полного уныния не существует вообще. Не бывает такого, что человек говорит, у меня не получится. Никогда. Я думаю, моя теория, что когда человек говорит, у меня не получится, он хочет, чтобы его пожалели. Это раз. Потому что надежда всегда есть. Хочет, чтобы ему сказали, да нет, получится. Не получится, да, его подводили. Помотивировали, да. Потому что я вот, ну, в какой бы жопе ни находился, я такой, типа, блин, значит, мне не получится выиграть Comedy Battle. Я вот пошел туда, типа, не получится. Я так думал. Но в глубине души я такой... Да, ну, может быть, может быть. Я допускал мысль. И с каждым прошедшим туром дальше, там, полуфинал, там, четверть финала. А может быть, скорее всего, а вообще-то да. То есть вот так вот идет. У меня не бывает полного уныния. Но это, кстати, классная мысль, что действительно, я сейчас тоже об этом думаю. Всегда есть минимум надежды вот микрон всегда есть. Ну, и человек чаще всего не бывает полного уныния, потому что он когда, ну, то есть к какому-то делу обращается, ты не обращаешься к делам, которые вот у тебя реально, ты точно понимаешь, что не получится. Да. Ну, грубо говоря, ты идешь в Comedy Battle, ну, ты изначально там, молодой там, комик и так далее, но ты уже чисто даже в теории ты умеешь это делать, и в теории уже. То есть ты не пойдешь оперировать какого-то пациента и такой, да, у меня получится все. Да, да у меня все получится. Точнее, ты не пойдешь оперировать пациента, а потом у тебя случится, да у меня точно не получится. Ты просто не поймешь туда. Ну, у меня, кстати, так было. Я поэтому решил, что... Ты же врач. Я врач. А, стойка врачей пошла в комедию. Да, да, и врач. Дабы спасти больших людей. Подожди, а ты какой врач? Ну, я был бы хирургом, скорее всего. А, ты был бы хирургом. Да, абдоминальным. Общим. Абдоминальный, то есть все ниже диафрагмы. Резал людей, получается? Ну, типа аппендицит. Пока учился, зашивал. Это ты бы делал, да? Я бы все делал, что ниже диафрагмы, говорю. А ты реально делал какие-то операции? Ассистировал, нет. Ассистировал? Да. Ну, так само не делал. Ну, вот какая самая сложная была, что делал? Как говорят врачи, самая легкая операция, это аппендицит. И самая сложная операция, это аппендицит. Мальчик мой. Андрей Бибурисвилин. Это база, мальчик мой. Главная же профессия, отсутствие лишних движений. Это правда. Отсутствие лишних движений. А у тебя дедушка врач, да? И папа. Династия была бы. Прервалась немножечко, да. Захерела порода, конечно. Ну, ты можешь у своего сына как бы мет... Бить? Нет. Я буду своего сына бить. Бить, чтобы он пошел в мет. Ну, может быть, посмотрим, кто родится когда-либо. Вот, посмотрим. О чем мы говорили-то? Я говорю, вот про надежду всегда она есть. Нет полного уныния. Я тоже согласен, да. Нет, это очень классная мысль. Я еще после передачи посижу с бокалом вина. Даже, как говорится, в падающем самолете. Нет атеистов. Всегда ты думаешь, всегда... Даже вот, мне кажется, человек, когда падает с моста, думает, блин, ну сейчас что-нибудь должно... Резиновый пол, там... Ну, что ты думаешь? Какой-то быстрый Катя такой. Что-то должно быть. А я прыгну в лифте в конце, когда он будет вниз. Я прыгну и... У меня такая же мысль, когда я слышу, что упал лифт, я сразу читаю, типа, как выжить в падающем лифте. Я такая, ага, лечь, прыгнуть, там, вот эти вот все варианты. Да, всегда есть надежда, всегда, к сожалению. Но вот это, несмотря на то, что всегда есть надежда, мне кажется, эта цитата, она про какую-то... Как будто активную надежду. То есть есть как будто пассивная надежда, которая всегда присутствует, действительно. Что даже когда ситуация безвыходная, любой человек всегда будет надеяться. Но тут скорее про то, что ты... Когда ты веришь во что-то, ты еще и не просто пускаешь все на самотек, а ты очень много сознательных усилий прилагаешь, чтобы это случилось. То есть в какое-то направление. Знаешь, как вот ты точку себе ставишь, и к ней вот идешь, мне кажется, этого... Знаешь, мне кажется, может, опять же, моя теория. А не в этом ли секрет лудомании вообще? Что у тебя есть надежда вот эта минимальная? То есть я уже все въебал там, уже все, уже шубы все, но еще остался, у меня карандаш могу продать. И вот здесь я точно выиграю. Опять нет, но судьба испытывает меня. Поэтому я пойду воровать и все проиграю. То есть мне кажется, вот... Ну тоже, да, 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 да. Это может быть... Вот секрет лудомании, как раз-таки, в надежде в этой слепой. Ну и, может быть, в адреналине каком-то, я не знаю. Там надо покопаться. Напишите в комментариях, что вы думаете. Нет, ну это, кстати, тоже классный вопрос, что вот эта вот уверенность в себе, там тоже есть грань, после которой это нездоровая уверенность. Или у всех игроков. И это у игроков, вот в IT, например, мире, это тоже часто обсуждается, потому что, чтобы какой-то IT-проект запустить и вообще сделать его успешным, да, там, приложения, вот эти все стартапы. Очень много книг вообще о том, что основатели, вообще там, основная команда, они должны реально быть сумасшедшими. В том смысле, что они должны там безоговорочно верить в то, куда они идут, что вот это вот действительно на грани безумия, вот это вот вовлечение и вера в то, что ты делаешь, потому что это настолько тяжело и сложно. Ну и все эти проекты на старте, они выглядят как космические корабли, никто не верит, что это возможно. Ну типа там всякие Уберы в Фейсбуке, да, когда это запускалось. Тесла-машины. Да, Тесла-машины. Или там Маск, когда запускает корабли в космос. То есть на старте это все говорят, ё-моё, это безумие, это невозможно. И вот чтобы это сделать, невозможное, должны быть на старте люди, у которых вот нет вот этой вот границы, которые верят безоговорочно. Вот, и там много как раз разговоров о том, но иногда ты веришь во что-то, что действительно невозможно в жизни. И вот это вот в IT-мире, да, много обсуждений, особенно среди там руководителей, предпринимателей, стартапов, вот как это... Сбалансировать. Как это сбалансировать, а это и невозможно сбалансировать. То есть тебе нужно all-in пойти, чтобы что-то получилось, и когда ты это all-in ставишь, ты не знаешь, ставишь ли ты... То есть это как немножечко как казино, что тебе нужно максимально отдаться, но ты не знаешь, на правильную или ты лошадку поставил. Ну да, но эта уверенность иногда, да, играет злую шутку, и в том числе с артистами. И когда эта уверенность еще создается окружением, но в случае с артистами еще и, там, не знаю, каким-то тщеславием, поклонниками и так далее. Ну, когда в какой-то момент кто-то... О, а я же еще, ебать, и пою. Ну, то есть, и все. Да, маленьким ртом. Ну да, и это тоже, это же уверенность в себе. Но она играет очень злую шутку. Но часто это работает с другой. Бывает так и такое, конечно. Тут это всегда вопрос того, как все это в реальности случится. Да. Так, Андрей, как будто на этом все, представляешь? Ну, очень уютно, спасибо вам. Уютно? Да, цитаты, не знаю, вообще были какие-то, я не... Ну, что-то мы обсудили вроде. Мы просто поболтали очень лампово. Мы уже по последней что-то там прошлись, очень, да, средняя. Смотри, в самом конце нужно делать только вот что. Тебе нужно достать еще одну цитату, прочитать ее, а наши зрители в комментариях будут писать, что они думают по поводу этой цитаты и рассуждать и обсуждать это в комментариях. Давайте. В китайском языке 140 знаков хватит и для того, чтобы соблазнить девушку, и для того, чтобы написать конституцию. Ай-Вэй-Вэй, китайский арт-деятель. Раздайте, раздайте, пожалуйста. Человек, который идеально знает китайский, не сможет обсудить эту цитату, потому что ее обсудят наши зрители. Раздайте Ай-Вэй-Вэй, какой у вас пароль? Спасибо. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете про эту цитату, можете все это там обсудить. И вообще пишите все, что вам говорил, во-первых, Андрей, писать в комментариях. И вообще пишите, как вам шоу. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. Колокольчик тоже можно нажать. Андрей, спасибо тебе большое. Было невероятно уютно, классно. Ты супер кайф, мы тебя любим. Давайте сейчас выключим камеру и еще часов шесть поболтаем. Давай. Все, вырубай. Субтитры сделал DimaTorzok